Привет дорогие друзья, с вами Булкин и сегодня мы поиграем в FIFA 15 Ultimate Team. Ну собственно меня перекинули в 10-й, фу 9-й, я уже что-то даже не привык к цифре 10. В общем реально что-то позорно все у меня складывается, поэтому меня перевели в 10-й дивизион обратно. И собственно даже тут у меня пока что только вот два поражения и больше ничего. Я не знаю в честь чего меня так перестало переть и в общем-то просто вот какое-то реально невезение. Краба.ру. Монеты для FIFA Ultimate Team, различные игры и не только. Удобный сайт, низкие цены, быстрая доставка. Ссылочка в описании к ролику. Ну я думаю что время так тянуть не будем, значит сразу начинаем манч. Состав у меня тот же, то есть вот из недавних замен в основу я запихнул Блазчиковского и Эль Шарови. Они в принципе неплохо играют и пускай пока и играют. Вот, в запасе также форвард Коста, ну в принципе Хави и Кросс из цепешников. А больше я там никого и не меняю во время игры, поэтому, ну защитников в основном я не меняю. Естественно если там только желтой карточкой попахивает и тот до такого еще не доходил, чтобы я прям искал сразу замену. Вот, так что начинаем сразу поиск соперника, точнее уже начали. Сыгранность кстати растет, то есть она была по-моему у меня 82 что ли, когда я поставил Эль Шарови и Блазчиковского, потому что ну как-то в общем-то не вписывались они немножко в мой состав. Но сейчас сыгранность все повышается и повышается и я думаю что в дальнейшем она повысится обратно до 100. Вот, Педро пока не планирую наверное в основу опять обратно возвращать. Эль Шарови мне более симпатичен как игрок, мне кажется он способен на большее, на большее даже чем он показывал мне. То есть, хорошо сказал. Ну в общем-то он хороший игрок, проще говоря. А Педро как-то у меня играть не хочет, поэтому пускай поиграет Эль Шарови. ФК Крушадерс, Крусейдерс, Крусейдерс 1, короче Крушители против меня будут играть, только тут не попахивает Крушителями совершенно. В принципе состав у него, так скажем, ничего особенного в нем нет, но там есть Аарон Рэмси, который в принципе я думаю что и тащит его команду. Так, ну что, 10 дивизион, тут вообще реально стыдно проигрывать, но я уже 2 матча умудрился проиграть. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний матч отличится уже наконец-таки и моя серия неудач закончится, но нет, к сожалению она походу будет продолжаться. Хотя, а что это, первая атака, которая кстати не удалась и очень жалко. Слушайте, он рискованно пасует, кстати хочу сказать, очень даже рискованно. Блин, Сесок, а вот Сесок, да еще неплохой игрок. Собственно, Аарон Рэмси и Сесока. Два таких, походу, менее известных игроков у него, а остальные там по 60 я даже видел, по 67 защитники. Ну то есть, видимо, парень только строит команду, поэтому еще учится и собирает состав. Но играет он, скажу я, так-таки нормально для 10 дивизиона. То есть не прям так нубит, что я сейчас могу с легкостью ему забить. А вот смотрите, выбивает довольно-таки прилично, мячи пасы отдают довольно-таки нормально, не криво. То есть, в принципе, все нормально у него с этим. Вот, единственное, что, конечно, у него его отобрать легко можно мячик. Но, слушайте, я так играл, конечно, очень долго времени, мне кажется. Так что, он даже сейчас, мне кажется, соперник не отходит сильно меня по опыту. Потому что вот у меня Банзема сейчас должен был просто обвести всех и забить. То есть, если бы Банзема сейчас управлял, не я, другой нормальный игрок Фифы. Игрок Фифы, ну, я не знаю, как сказать. Вот я сейчас что сделал, я даже не знаю. Психанул. Вот, то Банзема сейчас бы забил. Но у меня он теряет мяч, и, в принципе, все как всегда. Поэтому в этом весь я. Не, на самом деле, ребята, я не знаю, в чем делаю. Я думаю, что вы помните, что я играл не так плохо одно время. И что-то вот со мной в последнее время реально случилось. Но я думаю, что это временно. Я очень на это надеюсь. Я надеюсь, что будет такой момент, когда я просто психану и отыграю за все мои проигранные матчи. Что-то на с ударением сегодня проблемы. Так, ну что? Оп, оп, оп. Нет, смотрите, я даже не обвел. Даже не обвел ложными замахами. Это, значит, попытался тут расфинтиться, раздриблингиться. Что я несу сегодня? Короче, видимо, пора уже спать. Время позднее. Кстати, интересный факт. Эту серию я записываю 30 декабря в 5 часов 40... Ой, 6 часов 20 минут утра по Москве. То есть довольно-таки интересно, да? У меня вот все сейчас видосы, которые выходят, они записаны в старом году уже, получается. Потому что я себе маленькие каникулы устроил. А видосы записал заранее. Опа, опа, опа. А, блин, блин, да что ж такое-то? Нет, не надо мне сейчас атаку от моего соперника. Я надеюсь, что сегодня будет реально, ну, хотя бы ничья, что ли, или... Ну, и мне нужна победа, конечно же. Мне по-любому нужна победа. Во-первых, в 10-м дивизионе я не хочу задерживаться надолго. Во-вторых, проигрывать вот такой вот команде, это, знаете, слишком позорно моими игроками. Вот, смотрите, Бензема вот так вот должен уходить. И сейчас он должен был обвести и уйти дальше в атаку. Но, к сожалению, у меня он этого не делает. Потому что что-то со мной не то. Ещё бы, наверное, если бы месяц назад, я бы сейчас, наверное, бы хорошо играл. А вот что со мной случилось резко, так неожиданно? Именно в футбол уйти мой тим. То есть я дошёл до 8-го дивизиона в футбол уйти мой тим. После этого резко что-то вот сломалось во мне. И всё, упал я до 9-го дивизиона. И потом уже упал до 8-го. Даже соперник успевает не пробивать. Это вообще обидно, конечно. Это просто обидно. Вот что... Ребят, как вы это назовёте? Вот назовите, пожалуйста, одним словом в комментариях то, что происходит сейчас на поле. И последние вообще 4, наверное, серии точно. Вот эти вот все новогодние серии, все мои матчи, они какие-то нелепые. Вот я реально, я верю в то, что вот так вот даже в середине матча я просто возьму, разыграюсь и зафигарю кучу того соперника. И может быть, кстати, вот не факт, что это будет не этот матч. Может быть, меня сейчас как попрёт. Я уже... Я уже стыдался, что меня сейчас забьют. Третье обошлось. Так, ладно. Опаньки. Опаньки. Так, надо что-то делать. Надо как-то хитро идти. Вэлла, кстати, тоже, знаете, вот я им был впечатлён. Но это всё под моим контролем. Все игроки должны шикарно играть, которых вот я приобрёл. Они должны играть все шикарно. Но что-то в моих руках, ногах они играют не очень. Ну, это какой-то слишком хитрый удар. Здесь надо было рассчитывать просто на удачу. Но я попробовал пробил. Потому что у меня уже вариантов не остаётся. Но сегодняшнего соперника я реально должен вздёрнуть. Реально должен. Иначе будет очень обидно. Вот, насчёт Вэлла. Карлс Вэлла, он, конечно, шикарный игрок. Я это не устаю говорить. Ну, сейчас вот мог быть выход один на один. Но, к сожалению, Бензема почему-то меня затупил. Точнее, затупил-то я, а не Бензема. Бензема всё правильно сделал. А если бы я подал пас по-другому, то, возможно, было всё отлично. Так вот, насчёт Карлса Вэллы. Значит, игрок отличный, но под моим контролем. И он перестаёт потихонечку хорошо играть. То есть, раньше он как бы... Так, 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 так. Ну, вот опять же, опять расфинтился. Должен был пройти, один на один выйти и забить. Вот так обычно... Я думаю, что обычный даже игрок ФИФы... Игрок ФИФу... Обычный ФИФер бы сейчас так сыграл. Вот так скажем. А у меня всё через жопу получается. И что-то, знаете, атаки там даже чаще у моего соперника нужны у меня. 39-я, 40-ая минута уже. И что-то меня вообще не впечатляет. Мой счёт, мой результат. Я говорю не про сегодняшний матч, а вообще про мою турнирную таблицу, если это можно так назвать. Ё-моё, два поражения в 10-ом дивизионе. Вот это как? Я что, только начал ФИФу играть? Что со мной вообще не так? Ну, почему я так тороплюсь? Всё дело, наверное, в том, что реально тороплюсь. Банзема. 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 Банзема почти обвёл всех, знаете, но надо было хотя бы один финт использовать. А то я только, знаете, вот так вот левым стиком обводился, а правый даже не притронулся к правому. Ну, вот сейчас вот опять же бесполезный бриблинг от меня, который я исполнять только не умею, но зачем-то пытаюсь каждый раз исполнить. Особенно вот этот мой коронный финт, который я, может быть, сегодня покажу, если мне удастся. У меня случайно получается, это вот это подкидывание мяча над собой. Вот это вообще просто сейчас можно просто взять, ребят. Мне плинтус сейчас выковырить и куда вот лечь и закопаться. Потому что 1-0 я проигрываю просто непонятно какой команде, в которой два... Вот кто мне забил, я даже знать не знаю. И этот игрок забил Кассилиус, понимаете? Вот в чём проблема-то всё. Ну что, Вэлла, отомсти. Этот красавчик не меняется, ребят. Я даже не удивлён. Нет, наверное, удивлён только потому, что это произошло именно сегодня, именно после моей серии неудачных матчей. И вот Вэлла спасает меня. Довольно-таки с длинной дистанции, лонгшот, просто как надо. Вэлла умеет, Вэлла может. Я в него всегда верил, верю. Поэтому, ребят, это действительно самый лучший игрок, я считаю, у меня в команде. Ну что, 1-1, слава богу, хоть мы сравняли в первом тайме, не так уж обидно. А то 1-0 заканчивает первый тайм, как-то не очень. А теперь, может быть, после этого мне сейчас пропрёт, я не знаю, провезёт, пропержусь, я не знаю, или что-нибудь случится, и я начну играть, потому что других вариантов развития этой... Ё-моё, ё-моё, выбивай! Вот это сейчас кто-то... Фух, так, это кто у нас? Не Пепе был? Это кто-то другой, какой-то защитник, скорее всего, это был Миранда. Просто-напросто выручил команду мою и спас меня от второго гола. Это было опасно. Ну, довольно-таки экшн происходит у нас в конце первого тайма. Пока что 1-1. Так, ну что, я, наверное, не буду никаких замен делать. Я думаю, что сейчас пока вообще, ну, просто это бессмысленно. Знаете, вот сейчас вот начало вот этого, вот этой вот хрени, мне не понравилось. Но, слава богу, Сильва за 600 тысяч на месте и делает своё дело. Хотя, правда, он не защитник, а ЦПшник, но всё равно. Эльшрави сейчас просто грамотно сыграл. Мне кажется, Педро у меня бы так не сыграло. Я не знаю, в чём прикол. Вот даже когда меня пёрло, у меня Педро не играл так, как он должен... О, мой фирменный финт! Я его сегодня показал даже от Эльшрави. Ух ты! Слушайте. Слушайте, вот это... Вот это... Ну, я так понимаю, что здесь, конечно, это была подача на Родригеса. Но, знаете, в такой ситуации просто забить гол головой, по-моему, надо иметь просто золотую голову. Чтобы попасть вообще под таким углом и такой... Так рассчитать удар. Так. Вот это, кстати, может быть сейчас круто получится, потому что Вэлло у мяча. А я не удивлюсь, если этот красавчик будет сегодня... Ой, ни хрена себе! Блин, чё творит этот парень? Ребят, просто если вам нравится Карлос Вэлло, ставьте Лойс огромный, жирный. Просто потому что... Такой же огромный, жирный Лойс, как репутация Вэллы в моей команде. Потому что он реально тащит её. Он реально тащит. Он просто феноменальные голы забивает. Вы смотрите, как он подскользнувшись, казалось бы, да? Но на самом деле это хитрый удар Карлос Вэллы. Прям в девяточку. В дальнюю. Я просто фигею порой реально, как он играет. А как он обводит? Ну вот, к сожалению, на запись ещё у меня не попадалось таких моментов, когда он реально обводил. Так, Эль Шрави мне нравится в обводке, как действует. О, хорош. Хорош. Может быть, это то случилось, наконец-таки? Может быть, я начал нормально играть? Мы сейчас это проверим. Но кажется, знаете, ребят, по-моему... Хотя, возможно... 3-1! Неужели, ребят? Может быть, это возвращение Булкина? Может быть, это реально... Везение начинается? Я не знаю, снова или что. Я, конечно, согласен, что, наверное, в 8-й дивизион в футбол ультимой тима я попал только благодаря тому, что мне повезло. Наверное, да. То есть, опыт, наверное, у меня всё равно на уровне 9-го дивизиона. Но никак уж не 10-го, как я считаю. Поэтому... Может быть, мне сейчас снова начнёт вести просто... Давид Сильва забивает. Редко он у меня забивает. Хоть и недавно играет, но редко забивает. Хотелось бы почаще, но... Что имеем, то имеем. Так, ну что, давайте сразу... Так-так-так-так-так... Перехват Иска, давай, пасик. Отлично. Бензема. Давай-давай. И рывок, рывок... Эх, если бы сейчас рывок сделали... Так, ладно. Перехват удался. Бензема успеет. Или тут быстрее будет защитник. Так, защита пасует. Может быть, он сейчас ошибётся. Нет, он, кажется... Ну, тут я в офсайде, в любом случае, Бенземой. Так, ладно. Оп. Не, не получилось. Блин, не вовремя. О, вот это может быть опасно. Это может быть опасно для соперника. Блин, но тут, конечно, Сильва... Сильва борется и, знаете, сохраняет мяч. У Эль Шарави мяч. Будет ли он его... Да, он борется за него. На Карлос Вэлла попробуем. Нет, тут Бензема и нет. Головой он не сыграет сегодня, к сожалению. Бензема, вот видите, не забивает долго уже. Хотя, блин, нарушение. Может быть, сейчас бы, если мяч дошёл до Карлоса Вэллы, то, может быть, что-то получилось бы опасное. Но не будем загадывать. Будем просто смотреть на исход игры. Потому что пока что... Пока что 3-1. Самое обидное, что, наверное, забил первым соперником... 3-2. Это обидно. Обидно, потому что я что-то в защите сейчас просто нелепо сыграл. Точнее, вообще не сыграл в защите. Положил всё на авось, что прокатит. Но нет, к сожалению. Если бы Пике, может быть, ножку-то и поставил бы, всё было бы иначе. Но пока что так. По-моему, это сейчас была игра в корпус довольно-таки жёсткая. Я бы... Ух ты, Решерови, слушайте, какой он... Смотрите, какой он прекрасный всё-таки игрок. Он сохранил сейчас так мяч. И вообще до этого сохранял его, что мне очень даже нравится, как он играет. Так, ну тут я не скажу, что было такое нарушение на жёлтую карточку. Но судьё, видимо, спорить бесполезно. И Миранду, да? А, нет, карточка не получаю. Не получаю карточку. По-моему, Миранда чуть не пострадала от судьи. Если так можно выразиться. Лёгкий ударчик. Так. Карлос Вэлла мяч достается. И Карлос Вэлла... Молодец. Отлично. В своём стиле на Блачаковского. Только они поменялись позициями. Так, теперь Блачаковский должен... Оп. Оп. Ух ты! Давай, давай! Эх. Вратарь, к сожалению, захватывает мяч. И не даёт мне ничего сделать. Ух ты. Да что ж ты будешь делать-то? Эль Шрави. Ну, это была, конечно, очень неудачная подача. Совсем неудачная. В торопях. Непонятно, зачем сделанная. Эх. Ладно, ладно. Не сдаёмся, потому что есть ещё все... Ооо, Банзема у мяча. Я почему-то думал, что он выпустил своего вратаря, но я ошибся. А так сейчас, может быть, был бы гол. Блин. Ладно, поторопился. Ну, ничего, сейчас. Надо, надо... Вот несколько побед бы сейчас случилось. И я бы вернулся в игру просто потому, что, ну, почувствовал какой-то такой, не знаю, прилив каких-то сил. Просто когда проигрываешь, проигрываешь и чувствуешь, какое же ты всё-таки говно. И что-то тебя не прёт. Может, тебя и не попрёт никогда. Но нет. Стоит только пару раз просто чуть-чуть хотя бы с небольшим отрывом выиграть. Как защита у него бегает быстрее, чем Эль Шрави. Эль Шрави что, подустал? Кстати говоря, да, насчёт замены он вверх насчёт подмен. Да, Эль Шрави, нифига себе, он устал. Кого-то выпустить надо. Ну, пускай попробую Банжулич на той позиции поиграть. Хотя я не знаю, что из этого выйдет. Так, Диего Коста вместо Бенземы. Бензема что-то сегодня не ладится. И пускай выйдет Хави вместо Иска. Иска сегодня я вообще не видел на поле. Честно говоря, он как-то редко появлялся. Вот. Значит, Вэлла подустал. Но я всё равно верю, что он даже устал и будет сейчас нехило так фигарить. Сейчас мы могли, кстати, воспользоваться шансом ошибки вратаря. Но нет. Да ё-моё, да что ж ты будешь делать-то? Рикошет за рикошетом. А мяч всё равно у соперника. Сейчас он пасанёт. Но надо перехватывать это, да. Косилис. Кому? 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 Я так и знал, что он пробьёт оттуда. Ничего себе, это будет об... Фух, я уж испугался, ребят. Я уж испугался. Но угловой. Восемидесятая минута. Пока что 3-2. Ну, я не знаю даже, чем может закончиться игра. Я надеюсь, не 4-2, честно говоря. Я надеюсь, что сейчас какая-нибудь контратака пойдёт. Вот, например, Карлос Вэлла бы сейчас успел бы. А он успевает. Он борется даже уставший. И он перехватывает мяч, ребят. А, это Диего Коста. Извиняюсь тогда, извиняюсь. Неусталый. Да блин! Ну да, это было бы уже, знаете. Уже тут вратарь бы справился. И он, собственно, это и делает. Попытался закинуть. Хочу сегодня гол забить так. Но, по-моему, мне лишь бы как уже забить. Потому что сейчас не до понтов совершенно. Надо вообще возвращаться в строй для начала. А потом уже понтливые голы забивать. Если это можно так выразиться. Так. Да блин. Меня обыграл игрок. Значит, соперник. Игрок-соперник. Хорошо назвал. Да ты... Оп! А если мяч оставлю у себя? А если найду? Ничего себе пяточка как отдаёт. Давай, давай, давай. Молодец. Рывок. Ещё рывок. Давай, беги, беги. Родригес. И пас. И сейчас будет прострельчик. Отлично. Диего Коста. Ох, хорош. Ох, хорош. 4-2. Я пока свою миссию выполняю. Но я, конечно, не отказался бы от 5-2. Сейчас будем пробовать. Игроки у меня подустали уже. Так. Главное, чтобы не было... Не, не будет. Надеюсь. Уже. Так. Диего Коста, покажи, на что ты способен. Покажи, давай. Так, так. Пасик. Пасик. Опа. Пошёл, пошёл. Не, не успеет. Не успеет. В любом случае. И так. Пас, 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 пас. Не, не, не. Так. Удачность отдаст. Окей. Сюда отдаёт. Оп. Перехват не удался. А тут удался. Так. И... Так. Отличный шанс. Ух, 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 ух. Вратарь переправляет. Я уже думал, сейчас забью пятый. Но нет, к сожалению. Так. Ну и угловой. Первый, кстати, по-моему, угловой. Для сегодняшнего матча я его буду подавать, естественно, по-хитрому. И... Опа! Хороший удар, но хороший вратарь. Поэтому... Тут... Скорее всего, всё, да? Наверное, сейчас свисток будет. Но в любом случае, я, скорее всего, сейчас уже не успею развить атаку. Даже если очень постараюсь. Даже если очень постараюсь. То... Да что же такое пас-то? Всё. Да, в любом случае не успел. Ну что, 4-2. Возможно, это возвращение, наконец-то. Хотя, знаете, в 10-м дивизионе я должен играть именно так, даже ещё лучше. Поэтому ничего удивительного. Как бы и не должно случиться. Но для... Ой, фу. Ну да, если для сравнения просто провести сравнение между прошлыми матчами и этим, то это, конечно, шикарный матч. Так что буду радоваться хотя бы этому. Так что, ребят, Карлос Вэлло сегодня всё равно, мне кажется, был героем. Кстати, да, надо посмотреть, как оценили моих игроков. Карлос Вэлло 8-1. Всё, просто отлично. Я согласен. Кассилия с 7-8. Понятное дело, тащит. Карлос Вэлло 8-1. Диего Коста тоже сегодня был хорош, безусловно. Поэтому 7-5 тоже заслужено. Вот. Родригес сегодня, ЛПшник, боролся очень сильно. Со скоростью действовал. Ну и Сильва за забитый гол получает 7-9, я думаю. Ну и, в принципе, за водку тоже. Вот. Сегодня я не видел. Ну да, Хави на замене я не видел. Иск почему-то дали 7-0, хотя я бы ему меньше дал. Ну, короче, как-то вот так вот. Ну что, ребят, с вами был Булкин. До новых встреч. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok